Я очень рада, что вы пришли, потому что утром, я вообще думала, никто не придёт, потому что это первая лекция. Так, меня зовут Катя, но вы, может быть, уже знаете. Ой, ладно, хорошо. Вот, я думаю, ну, из моей задней темы понятно, что я буду рассказать не обо всём гриме, а только об этом гриме. Но прежде чем начать, я хочу узнать, кто чем из вас красился. Это достаточно интересно, я просто увидела картинку там, пробную мейк от Варелью. Вот, я, по-моему, даже запостили, и вы, может, даже видели. Ну, кто-нибудь такой опыт использовал? Помните? У меня был Иванков из Кусплы, и Варфис, и я красила ему вот голубые тени просто гуашью, потому что ничего не было больше под рукой. Мы как-то не учли, это... Какая гуашь? Супер бегла, весь день продержалась, не потрескалась, ничего. И я, по-моему, очень легко смогу водой просто водой. Ага, хорошо. Кстати, аквагрим, он пошёл в Каудиарте, и там действительно ваши пользовались и акриловую краску. Хотя они не предназначены. Но просто аквагрим, он предназначен для лица. Поэтому ему там нужны гиповергенные краски, не токсичные, которые смоются водой. Ну, в общем, там очень много требований, потому что они предназначены для детских мордаш. Ну, это свои особенности. Вот. И вы можете на прилавках-магазинах встретить вот такую краску. Это фирма с Назаром. Там очень обширная палитра. Дорогие. Есть, по-моему, 30-10 грамм. Они не очень дорогие. Они не очень дорогие. Ну, там вот в пределах 300, где-то 350, наверное. Они хороши тем, что доступны. Там большая палитра цветов. Но они быстро смываются. И когда на коже ложатся, они ровно ложатся хорошо, но не яркие. Так, есть еще одна фирма. Очень хорошая. Она называется так. Ну, там очень дорогие краски. Они идеальны в качестве аквагрима, но они не подходят для кашплееров. Потому что они очень быстро размазываются, и они очень очень хорошо смываются. Вот. Это так. Они дорогие, а яркие и классные. Но я сейчас скажу, сколько они стоят. Самая политика у них такова, что моя знакомая заказывала 6 штучек. Они приблизительно такого же размера. 6 штук. Стоит 4000 рублей набор. Ну, и заказ, соответственно, в магазинах их не найти, и просто про интернет заказать. Вот. Я им не пользуюсь. Это дорого. А, по поводу с назад, кстати, у них еще есть вот, ну, просто у них еще вот такие вот краски с золотой и серебряной. У них много беломутровых красок. Но, на самом деле, ничего общего с золотым и сереброй они не имеют. Хотя, ну, кроме названия. Потому что, когда они вложатся на кожу, они очень грязные и вообще почти не имеют блеска. Это минус. Вот. Ну, моим фаворитом являются вот эти краски. Это Diamond FX. Они для аквагрима не очень хороши. Потому что они смывают, когда смывают, вставляется след цветной. И смываются они сложно. Ну, для детей они не подходят, потому что дети размазывают потом. А для аквагрима вполне, потому что она достаточно долго держится. Вот. Ну, в целом аквагрим это не очень хорошо, потому что, ну, как минусы. И минус в том состоит, что, если там подной рукой почесаться и сделать все узоры, которые выводились на протяжении двух часов, очень старательно они размазываются. Такое такое месиво будет на лице. Ну, это может быть грязь, человек упал или еще что-нибудь в этом духе. Ну, так себе идейка. В общем-то, можно зафиксировать, но об этом я и расскажу позже. Вот. Покраска все понятно? У меня просто лекция будет, я рассказываю эту лекцию, она не очень большая, потому что там будет очень много информации, а остальное время это ваши вопросы. Вот. По поводу еще вот этой Diamond FX я заказываю в интернете. Они продаются в Випецке. Я разговаривала еще из Петербурга. Вот такая вот эта коробочка стоила без половины тысячи. Вот. Тут еще в наборе есть злота серебряная. Вот они очень классные, они замечательные. Но они настолько хороши, что их своровали в первую же неделю. Так что я им по пользовству успела насладиться их цветом. И, в общем, все, распрощалась с ним навсегда просто. Ну, по поводу красок это, в общем-то, все. А, так, не вписочки, достала. Ну, вот дальше, чем красить все это? Это кисти. Кисти нужны синтетические. Можно, конечно, из натуральных волос. Но они быстро приходят в неводы, становятся лохматыми. Их через какое-то употребление можно сразу выкидывать. Синтетические кисти. Есть специальные кисти для аквагрима, они тоже синтетические. И они очень хорошо лежат в руке, они очень удобные. Но я такие кисти не купаю, потому что они дорогие. Их тоже нельзя найти в виде. Их можно только по интернету заказать, я спросил. Значит, наиболее удобные кисти для того, чтобы рисовать элементы, это круглые кисти с заостренным полчиком. Такие. Ну, вот. У меня есть такая кисть. Вот. Я его готовлю. Если нужны какие-то элементы, какие-то узоры, она просто идеальна. Там еще можно регулировать толщину за счет нажима. Для того, чтобы линия выглядела живее, ее нужно проводить не от изнаковой толщины, а чтобы она была мяглой. Например, если узор, то чтобы он был основание толстым, а потом тоньше. Тоньше он его можно сделать с помощью того, чтобы уменьшить нажимы. Можно я добавлю? Короче, толще и темнее надо делать в тех местах, где сгиб. Ну, это просто художественная тема для художников. Но она работает также и для погремлений, и вообще в жизни. Если вы хотите сделать более светлое место, то вы делаете тонкое место. То есть это не просто так рандомно. Вы здесь потолще, здесь потоньше. Вы прям контрольте, где у вас угол, а где у вас округлость и так далее, там и потоньше делать. Да, это верно. Все правильно. Хорошо. Вот. Для того, чтобы закрасить какой-то объем, то есть есть какой-то пространство, который нужно полностью закрасить, это для этого подходит... Малярная кисть. Малярная кисть, кстати, да, это очень классная вещь. Я такой купил себе. Но только я их купила для стены, а потом попробовала надеть, их испытать. Кстати, неплохо получилось. Закрашивается лицо отлично. Ну, так вот. Ну, ладно. Я сейчас говорю не о малярных кистях, а о других кистях. Это плоские квадратные. Это для того, чтобы закрашивать объем. Для того, чтобы прорисовывать тоненько, они тоже плоские, но более аккуратно закрашивать, чтобы не заходить за контурами. Это плоские объемы кисти. Толщина кистей должна быть, если тонкие нужны, то достаточно будет троечки. Если линия потолще, шестерка. Но если совсем нужны прям идеально тонкие, ровные линии, то нужно попать единочку. Так, еще для того, чтобы заполнить пространство, я имею в виду лица, сплошным цветом, используются губки. Губки бывают такие. И еще остренькие. Это значит такая губочка. Если ее на 2 части разделить, то у нее вот эти вот края будут острые. Этим краем и очень хорошо закрашивают такие участки лица с мостом, глазом. Это, кстати, очень важно. Потому что это ужасно выглядит, когда часть лица закрашена, а часть просто белая кожа, где-то выглядывает в области рта. Это, ну, не очень хорошо. Еще бывают губочки. Ну, они тоже очень дорогие. Они уже продаются в специализированных магазинах, тоже в интернет-магазинах. Это полусферой на ручке. Она просто так вот промокается в лицо и закрашена отлично. У меня такой нет. Я знаю, что отлично закрашивается. Еще отлично подойдут для этих целей ватные палочки, но я их не стала показывать, потому что вы знаете, как они выглядят, я думаю. Они отлично подойдут вместо аппликаторов, если их разрез пополам. И в качестве одноразовых кистей они тоже отлично пойдут, потому что в них не завосят никакие микроорганизмы. Вы просто урасываете и все. Ну, это не жалко. И если, ну вот, когда я рисую, у меня ни разу не получалось рисовать в первый раз идеально. Всегда получается, есть какие-то недочеты, какие-то, что надо исправить. Вот, с помощью ватых палочек это отлично подойдет. По поводу инструментов для того, чтобы закрашивать. Есть какие-то волосы? Ну, если есть, задавайте. Макрасов нет. Макрасов нет. Макрасов нет. Макрасов нет. Макрасов нет. Если маленько. Ну, в одном материале, в котором состоит губка, и в какой-то жильяле нанесение губрина. Некоторые губки его всегда впитывают, и вот, возможно, он не вести на кожу. Некоторые губки какие? Если... Ну, вообще губки я покупаю специальные. Они тоже показаются в магазинах. Да. Очень многие косплееры просто покупают губки где-нибудь в розыске. А-а-а! И используют их для кладбинга. Спонжи, да? Такие? Я поняла. Ну, я таким не пользуюсь. Нет. Нажные губки, они, наверное, из пролона, мне кажется, сделают. Вот. Они... Их нужно хорошенечко обработать водой, потом выжать. И после того, как они полностью выжаты, надо уже носить краску. Они впитывают краску. Они отлично ложатся. Но вот самое главное, чтобы выжить воду, потому что, если её не выжить, то всё это вода будет просто стекать по лесу. Это очень мало приятного для вас. Вот. Да, есть техники нанесения губками. Можно... И всё это зависит от нажима. Такая губка сама по себе, это поролон. Она имеет такую шуршавую поверхность. С помощью регулированного нажима можно добиваться разных эффектов. Если нажимаете чуть, точечная, это делается точечная техника, можно нарисовать щитину себе. Она будет отлично выглядеть. Можно шерсть себе нарисовать. Это тоже самое точечная, только ещё немного размазанная. Ну, там сладенький нажим. Вот. И основное, чем пользуются, это, конечно, размазать по лицу. Это просто берут, ну, достаточно сильно нажимают и закрывают площадь. Так. По поводу губок. Всё, да? Ну, есть, на самом деле, ещё один вид кисточки. Это моё изобретение. Я не знаю, может, другие этим тоже пользуются. Она натуральная. И она мягкая, это белочка. Я ей на неё наношу блёстки. Вот. Блёстки обыкновенные, они такие же, как для маникюра. Ну, я покупала такие себе. Есть целая палитра блёсток, есть, конечно, специальные блёстки, которые продают в специализированных магазинах для аквагрима. Но я не вижу этого смысла, потому что они дорогие и такие же, в общем-то, как для маникюра. Никакого смысла нет. Для чего вообще блёстки нужны? Они придают объём. Ну, и выводят мило, хорошо, здорово. Так. Объясняю ваш план про блёстки. Для чего? Я ещё один подростану. Это стразы. Такие стразы. Они продаются тоже в магазинах не для аквагрима, а для косметических, а не для ногтей. Я вроде не знаю, как они для ногтей, потому что они очень большие, но на лицо они отлично лепятся. Вот. У меня была проблема с этими стразами, потому что, когда я их наклеивала, они у меня сразу же отклеивались. Я думала, в чём причина. В общем, здесь есть такие дорожки клеевые, но нужно отрывать вместе с этими дорожками. Вот если с дорожками отклеиваются, то они отлично приклеиваются, держатся долго. Опа. Кремомин. 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 Кремомин, да. Но не очень много для кожи. Но сложно слить. И слежалка, конечно. Можно всё. В общем-то про материалы я рассказала вам всё. Я могу рассказать немножечко про технику. Про технику нанесения спонжем я тоже, в общем-то, рассказала. Кистями, да. Работа с кистями, это... Ну, работа с кистями, это, конечно, требует практики, потому что, особенно если кисти, которые заоспённые в краю, там нужно научиться регулировать нажим, чтобы завитки были интересные, чтобы они были разной толщины. Вот. Так, у вас есть какие-то вопросы? Если что-то есть, я, в общем-то, рассказала всё. Тут мне так много рассказывают. А, ну, я могу, конечно, хитро сказать разное. По тому, как фиксируют макияж. Ага, ну, лаком для волос. Ну, лаком для волос, конечно, хорошо. А вам вообще часто приходилось в косплее носить грибы? Аквагрим? Нет. Грим-косплей, как я-то ранен. А у него, как всегда, грим? Он жирный, он как-то ранен грим, в принципе. Ну, он под софитами, скажем. Ладит? Нет. Ему нужно закреплять сверху белой пудрой. Берётся такая вот бадья с пудрой и большая-большая кисточка. Я в художественных не знаю, в макияжных тоже. Вот она именно в театральных магазинах продаётся. И вот такая бадья с пудрой и просто вот так по всему лицу. Л держится где-то... часов десять точно. Часов десять. Хорошо. Ну, ладно, мы будем нарисовать. Я буду нарисовать, если хотите. Я буду нарисовать, а потом расскажем, что я делаю. Есть программа, с которым я буду рассказывать? Нет, ну я в образе, не я. А? Я в образе, вполне не я. А? Я не так. А? Ну вот, опять же, у меня губка не очень удобная. Она круглая. Она здесь нет в краю. Если её развес, она будет вообще идеально. Ну, в общем-то, это идёт. Можно кусочек вырезать, если что, его просто потахнуть чуть-чуть. Можно, конечно, ничего не экспериментировать, а купить нормальную кухню. Это самый нормальный вариант, если бы всего что-то встречала. Так. Ладно, я сейчас вам просто буду узор писать. Работать с кистиками пригласили вам. Работать с кистиками пригласили вам. И вот. Я с кистиками. Да, да. Рису есть клубничку. Да не, не, клубничку. Уличку это там очень просто. Ну, не рисую. А, вот ещё есть, кстати, я забыла сказать. Это градиент. Ну, если лень, каждую линию отдельности рисовать, можно просто взять такую баночку, там уже линии цвета распределены по тому, как они друг с другом сочетаются, и наносится вот так вот, таким образом. Красится, потом наносится. Если вот радугу, это вообще очень удобно рисовать. Радугу и какие-то цветы. Ну, цветы. И когда таковы. Вся, не разу. Я обычно с вами рисую. Вот обычно все заказывают, чтобы я нарисовала вот эту радугу и пони. Это вообще просто предел мечтаний. Просто восторг. Это очень круто. Ну, если хотите, могу пони рисовать. Я умею. Нет, 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 нет. Она очень хочет. Так, ладно. Да, нам тут как-то нужно еще 100 грамм повернуть, чтобы видно было, да? Я нарисую. Вася не ваше навеки. Хорошо. 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 Надеюсь, что лучше будет поступить. Ты будешь первым играть. Надеется, это хорошо. Видите, лучше тоже. Так. Ладно. Хорошо, мы берем ручку отжимаемую. Затомите меня, молодой. Такой смех зашел. Так, цвета мы. Лучше я просто рисую. Лучше. И основу будет он. Все будет без его фантазии автора. Как я люблю. Как я люблю. Да, кстати, я вот этот, что подбирал краску. Тут еще классно было. Я терла вот эту. Упаковочку. Все краски при обеянии в отдельную упаковку. Ну, то, чтобы не высыхали. Вообще, если хоть нарисовать, надо ее снять. Не делать, как я. Они же не только палитры продаются. Не, тоже палитры. Они продаются по отдельности. Если заканчивается палитра, то можете купить. Да. Ну, потому что вообще другому удалось, чтобы купить палитры. Без половины тысячи, это немалые деньги. Ну, и опять же, их надо заказывать тоже на сайте. Ну, ты их очень много сайтов. Так, в общем. Сейчас. Разом. Ну, если надо нанести тон достаточно плотным слоем, то он должен быть достаточно хорошим наблевым. Плотный нанести тон. По словам, как нанесен тон, очень удобно корректировать с помощью кисточки. То есть можно взять кисточку и если куда-то я доехала или что-то не дорисовала, наоборот, можно это использовать с помощью кисточки. Ну, и с помощью кисточки. Ну, и с помощью кисточки. Ну, и с помощью кисточки тоже нужно очень хорошо сделать. Ну, я их и не взяла. Я не думала, что я буду рисовать, что я за полчаса вам все расскажу. Ну, потому что, на самом деле, не очень много рассказывал. Вот. Ну, с помощью кисточки исправляю. По поводу кисти нужно хорошо кисточку тоже отжать. Точнее, нужно совсем чуть-чуть воды. И после того, как вы наносите краску, она не должна стекать, она должна быть кремообразной. Потому что, если она не будет кремообразной, она просто за счет глаз будет неприятно. Вот. То есть после того, как тон нанесен, с кисточкой исправляем все недостатки. Все те места, которые не будут прокрашены или прокрашены вам не нравятся. Там с помощью аппликатора вы исправляете, что куда заехали. И дальше идет прорисовка элементов с помощью кисти. А, да, вот опять же, я только что, как раз таки, когда закрашу, убрала кисть в пол. Ну, это удобно. Вот. Прорисовываю я кистью. Круглой. Да, сейчас кисть все покрасит. Не может быть. Все в себе. Набираем тоже кисть на кисти. Ну, чтобы краска должна быть кремообразной. Так, и теперь... Прорисуем элементы. Вот, сейчас лучше буду рисовать. У основальной толстой линии, а к концу она... Нажим будет решать. Вот так получается. Ну, она просто более красивая. Более красивая линия. Выходит. На самом деле, очень много пока... Много из того, что я вам рассказываю. Я узнала, как тебе лекции, потому что я никогда не пользуюсь. Никогда. Ну, некоторые были. Люансы. Ну, забавно. Очень хорошо отчитать лекции. Так что советую. Можно много узнать. Для того, чтобы делать очень интересные мелкие капельки, нужно сделать сильный нажим в том районе, где будет капелька. И потом помещать нажим по мере того, как это помещается. То есть, кто-нибудь из вас рисует? Все рисуют? О, все рисуют? А, супер-ши художник. Не знаю. Как будто вы видите. Кто-то переходил в художественную школу? Я поигнал. Как мы будем выглядеть с художником? А там такая история получилась. Да? Да. Ну, можно даже сказать. Теперь все думают, что я будущая наркомана. А, понимаю. У меня тоже. У больницы. У больницы. Ну, ладно. Ну, не выберусь. Да. Ну, в общем, нужно тренироваться. В общем, если это нужно тренироваться. Ну, я думаю, нам уже не надо тренироваться. Потому что, знаете, все книги. Ну, техника понятна, да? Угу. Хорошо. Ну, так вот. Это, ясно. Чуть. Точки. Ну, вот. Вот, если у рисунки есть точки, то вот эта кисочка не очень потому что она разной толщины и ее цветочки тоже разные не слишком красиво для этого нужна круглая кисть, но не застренная к краю но я такой нет, я просто ее не брала с собой нет, она у меня есть, но ее не брала но точки редко надо рисовать, поэтому о них рассказывать не стоит может быть можно так писать, ничего в общем я придется расстраивать я сейчас импровизирую и показываю как это работает не, ну нормально бояться здесь нечего так, ну в общем берем вот эту кисочку, да? белку ну, она носит... аккуратно, что здесь не очень размотан в общем-то во время он очень быстро сохнет и если нужно скрыть, то опять же берем 100 разницу отклеиваем склейкой поверхность, то есть склеим у меня очень есть вопрос когда ты делаешь косплей на чернокожего персонажа и на столько чернокожего, ну например, Джоко из Шаманкинга, да? я делала на него косплей и я когда красила мне как бы сказали обязательно прокрасить отдельным волюсветлым цветом прям нос, то есть подушечки под глазами и все вот это, чтобы оно было просто если просто закрасить себя темно-коричневым цветом то лицо превратится в какой-то коричневый блин и все ну да, плоский расскажи, пожалуйста, какие именно элементы, какие какие-то опции показать, что есть на макияже что именно выделить, где за темними где за темними, где за темними где за свет и так далее я поняла, но это не только для темно-коричневых вообще для всех область по глазами, она более светлая переносит вот светлые участки это глазами переносится и для того, чтобы пикантность даже макияж это есть оно используется для того, чтобы придать пикантность и немножечко сюда, на щечки под глазами светлый тон наносится под глазами и над глазами кстати тоже, потому что взгляды были более яркие скулы темнее и крылья носа, они более темные так и скулы и все, что обрамляет все, что обрамляет лицо да, оно идет более темное все, что более выпуклое и то, что находится в центре светлое но это еще связано с тем, что с отражением света я могу рассказать еще как сделать нос более тонкий для этого просто нужно закрасить крылья глаза в общем все, для чего требуется увеличение оно красится белым цветом или не белым более светлым тоном есть целая палитра аквариума тоже, кстати, еще и так я не знаю, наверное, есть и Diamond FX там все цвета телесного цвета от разных оттенков от самую светлую бежевую до почти еще ну не черную, конечно, но темно-коричневую это вот как раз для того, чтобы наносить какой-то естественный макияж а, ну с помощью с помощью цветов можно сделать коррекцию внешности ну, коррекцию лица еще какие-нибудь вопросы есть? все все ладно уйти на меня смотрят за обиду это тоже хотят серьезно? конечно я слышу не мне кажется могу еще что-то раскрасить под кошечку можно? под кошечку? не, у меня уши есть у меня нет с собой до дома зависит ну, или как тигра а? я могу раскрасить или мы можем еще до этого закончить потому что у меня в принципе у меня информация вся но если у вас есть вопросы то я могу еще продолжить если вопросов нет, то я думаю на этом все не, я понимаю, что кошечка очень хочет чтобы раскрасить сам еще феникс ощущает сразу может скажешь наверное это немного не по теме но все-таки когда когда делаешь какого-то персонажа у которого очень какая-то объемная часть лица вот например в том же One Piece есть персонаж с длинным-длинным носом у меня знакомая есть которая делала такой нос с помощью по флемаше она наклеила по флемаше а потом его шлифовала и замазывала тоном ну каким-то тоном ну в общем да эта идея очень плохая есть силикон и гелий есть еще у меня у меня есть тоже фирма кстати я покупала специальный хлорин там воск ну воск это не очень удобно потому что нос делать с помощью воска невозможно но он отвалится и с помощью воска можно сделать какие-то раны сделать раны но какие-то объемные участки нельзя с помощью гелей это уже относится больше к кинематографии и к такому сценическому макияжу к сценическому театральному уже серьезному но можно заказать себе гели они отлично застывают и таких эффектов можно достичь если там нужно например укрупнить вот тут серьезно то можно использовать гель да нет можно и воск но я бы не этой фирмы просто эта фирма предоставляет для детей она направлена для детского более профессионально так вот там наверно есть в палитре не в палитрах а в арсенале может они предоставляют такую баночку с раствором преувеличения частей лица вот я пока тоже этим не интересовалась но а еще скажи пожалуйста про кровь искусственную и как лучше сделать ранение кого ранение ну именно про кровь нанесение про кровь кровь она тоже продается если вы хотите качественную кровь то ее нужно заказывать из интернета она просто так не продается и она продается в маленьких флюбиках нанесение у меня покупала с назад у них эта фирма очень тоненький очень тоненький носик с помощью которого можно точно наносить ее потом распределять может с помощью кисти с помощью подружных средств с помощью спонжа ну это клуб потому что просто тонким слоем распределенная красная жидкость не понятно что это кровь но в основном с помощью кистей или с помощью этого носика который специально предназначен в этих алкогах ну я да не советую покупать дешевую вообще ничего не советую покупать дешевую если вы хотите серьезно заниматься желательно если профессионально заниматься то его лучше покупать в интернете заказывать там качество намного выше ну по этому поводу ну конечно если сделать ранение то до этого взял ранение нужно нанести выступы с помощью воска а потом заглимировать под кожу вот эта ямка вот ямка которая образовалась между этими восками это уже заливается кровью потому что даже если вы просто оцарапаетесь то у вас немножечко опухание ну так же приносение грима также учитываете у меня до рекции еще сколько у меня до рекции первых это 4 часа 4 часа 4 часа 2 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа Нет, циническое искусство, а то там будет и так будет. Да. Подумно, соответственно, с концепцией. Садиться. Давай. Какой у тебя? Какой у тебя порчик попался. Какой у вас? Красный, зеленый, 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 зеленый. Он тут радужный. На Крым возьми. Нет, сам кот был нерадужный. Он представлял за самый радужный цвет. Какой чеширский кот? Накрась чеширно. Чеширно? Да. Не говоря в каком. Если в мультик, то он роза, зеленый. Ну, зеленый, да. А то и синяя, черная. Не, ладно. Пусть будет сландарт. Все вместе. Решайте. Там просто надо смотреть. У него же там физического улыбкает. Надо прям смотреть и снимать. Я так прям не вспомню. Я уверена, что через все годом работало очень много аниматоров. И они разрабатывают этот стиль. Ну, этот вид кота. Вот. Так что я прям так сегодня не вспомню. Ну, если вы, конечно, меня найдете и изображаете, я вам что-лису. А тут Wi-Fi бесплатный. Там телефон есть. Не, у меня, конечно, есть телефон, но я смогу. У меня чеширный. Потому что по нему вообще ничего не смотреть. Так что. Кофросы. После полотвержения, мы же всех удовольствуем. После полотвержения, мы же всех удовольствуем. Уже не чешир будем. Это будет фанфик. Почешир. По концу. Харисовано. Да. Уже не может. Это молодой, что Adjust. Воу. Так. Извините. Я боюсь, что там может совсем тяжело. И еще не может. Я, в общем, буду делать вам такой шок. Кстати, очень приятно, в иномерах аниме есть трюк таков. У меня, кстати, тоже есть проблемы, это может быть классный человек, олигархов. Ну, в общем, рыжий катает тоже классно. Давайте, пожалуйста, голосовать. Я тоже про него думала. А где еще лекции еще? Мы просто уезжаем. Я сразу же уезжаю в Питер. Прямо с этой лекции уезжаю сразу. Ну, я в 4 часа буду рассказывать про сценарий. С чего начать? Какие могут быть подробные камни? Как это можно сделать так, чтобы это сделать? А вчера будет фестиваль, кстати. Как фестиваль? Хорошо. По сравнению с прошлых годов? В прошлых не было, но по сравнению с другими городами хорошо. По сравнению с другими городами хорошо? Приятно. Слушайте. Какая была ваша тематика? Сейчас, сейчас, сейчас. Какая была ваша тема? В генеральной теме Дев Парадчо. Так. Хорошие это сделала. Люди у вас очень хорошие будут. Зал гораздо лучше, чем в Аранжи. Хороши, ребята. Тренинные — он не был. Сколько с вами здесь, вы получили? Нет, это мужик. Это мужик. Да, у нас нет. Плыв с ним не думаю. Почему? Да, не думаю. Я не писал. Это вообще право управлять? Кто из вас вообще рисовал на лице? Мой рисовал, но это не считается. Почему считается? Потому что мы карандашом что-то рисовали. А, ну, какие-то я жираю. Это уже хорошо. Это было чуть-чуть. Смотри, это часа. Четыре, да, четыре. Пятьдесять. 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 О, нет. Ин territorial. Четыре必然. Ещё твое. Ой, ой. Не, нех很多. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...